Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции – классификация продуктов. Для переработки пищевых продуктов мы должны сначала рассматривать классификацию продуктов. В зависимости от сырья и особенностей использования они делятся на овощи, плоды, сахар, продукты переработки зерна, вкусовые продукты, рыбные продукты, мясные продукты, молочные продукты и пищевые жиры. По условиям хранения – мясо рыбные, молочно-жировые, гастрономические и сухие овощи, плоды. Вот на несколько видов мы их делим по хранению и по особенностям. Далее, классификация пищевых продуктов по устойчивости и хранению, они делятся на особо скоропортящиеся продукты, скоропортящиеся изделия и не скоропортящиеся изделия. В общем, мы их делим на три вида. Дальше, классификация пищевых продуктов по своей природе, они делятся на два вида. Продукты животного происхождения и продукты растительного происхождения. Животного происхождения к ним относятся мясо, мясопродукты, рыба, морепродукты, молоко, молокопродукты, яйца, жировые продукты. А во втором классу относятся продукты растительного происхождения. Хлебобулочные, крупные изделия, овощи, фрукты, бахчевые, сахар и кондитерские изделия. Дальше мы их делим по классификациям пищевых продуктов. Традиционно новые продукты массового назначения, функциональные пищевые продукты массового назначения, пищевые продукты специального назначения для отдельных групп населения. Продукты лечебного питания и продукты детского питания. Дальше, по качеству. Качество пищевых продуктов это совокупность свойств, определяющая степень пригодности продуктов для питания. Но по качеству мы их делим на седобные, стандартные, пониженные повышенно-пищевые ценности, условно-годные, фальсифицированные, суррогаты, неседобные, но недоброкачественные пищевые продукты по качеству делятся. Овощи и фрукты. Их значение состоит в том, что важнейшие элементы витамина С, витамина В, некоторые витамины В, поливитамин находятся в составе. Овощи способны значительно усиливать выработку пищеварительных соков и повышать их ферментативную активность. Дальше, овощи и фрукты их значение в питании. Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к заключению, что в рационе здорового питания взрослого человека должно быть помимо картофеля не менее 400 грамм овощей и фруктов. По нормам питания России среднесуточный набор продуктов и должен включать в помимо картофеля 400 грамм разных овощей и 100 грамм фруктов. Значение овощей и фруктов нужно их в процессе функционирования тонкого, толстого, кишечника. Овощи стимулируют секрецию пищеварительных желез. В их состав входят различные соли, калия, уменьшают способность ткани удерживать воду. Витамин С содержится в пищевых продуктах, именно в овощах и фруктах. Вместе с различными полотнами из организма выводится избыток холестерина. Содержание витаминов, вот показано, приведено в таблице, где вы видите на слайде, вот различные виды фруктов, продуктов, они содержатся, состоят из различных витаминов. Можно здесь прочитать кальций, фосфор, магний, натрий, хлор, сера. Вот такие вот микроэлементы содержатся в наших овощах и фруктах. В общем, вся таблица Манделеева находится в овощах и фруктах. По классификациям их мы делим вегетативной группой. У плодовых овощей они используют семена и плоды. Цифонные, томатные, бобовые, зерновые культуры. А если по ягодам, то тогда мы их делим на семечковые, косточковые, супротропические, ягоды и археоплодные. Так, рыба и морепродукты. Их мы делим на разные по зависимости от условий существования. Морские, проходные, прессиводные, полупроходные. Далее, по признакам мы их делим, по размеру, по характеру, по состоянию, по способу разделки и по странению, естественно. Далее, рыба, ценный продукт, она содержит различные, где показано на слайде, ниже белки, жиры, минеральные вещества, магний, фосфор, витамины А. И различные микроэлементы содержатся в пищевых продуктах и на мясах различных животных. Спасибо. 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 Спасибо.